Всем привет, вы на канале Суперкит. Был у меня как-то на обзоре адаптеры с PCI-Express X1 в USB 3.0. На том адаптере было 4 порта USB. Однако, если слотов немного, а 4 порта мало, то можно воспользоваться хабом, а можно и другим адаптером. Например, таким, какой я заказал в этот раз на 7 портов USB 3.0. Предлагаю оценить его возможности, ну и естественно сравнить с предыдущим. Сразу отмечу комплектацию. Нас наградили парой болтиков, инструкцией и переходником питания с Молекса Носата. Отмечу, что данное устройство стоит намного дороже, чем тот адаптер, который уже был на обзоре на 4 порта. Я покупал за 13 долларов плюс стоимость доставки. В период бума майнеров на винчестерах он уже стоил около 19-20 долларов, а сейчас вроде начала попускать цену обратно. Наш мир действительно странный. Вот так за месяц могут измениться цены. Причем на все вообще. В начале года был резкий рост стоимости металла. Сейчас просто невероятный рост цены дерева и все, что из него сделано. Ну и электроника туда же. Просто за воздух. Но не будем о грустном. Подобный адаптер полноразмерный. В низкопрофильный корпус его не установить. Он имеет разные способы подачи питания. С помощью SATA, через Molex, а также вообще без дополнительного питания. Китайцы сейчас все больше подобных плат именно в таком варианте выпускают. Устанавливается переходник в слот PCI-Express любого количества линий. Про ревизию нет ни слова. На самом адаптере можно видеть две микросхемы. VL813 и VL805. Такое ощущение, что одна микросхема отвечает за некоторое количество USB портов, а вторая завязана на один порт и из этого порта адаптер работает в качестве хаба. То есть просто в качестве расширителя портов USB и просто их умножает. Зная, что у предыдущего адаптера на четыре порта одна микросхема VL805, то сразу ищу, за что отвечает VL813. И похоже, что я попал прямо в точку с предположением, так как мне сразу же выпадает инфа про USB хабы. Если же посмотреть по дорожкам, то явно видно, что от микросхемы, которая ближе к порту питания SATA, дорожки ведут к четырем портам USB, находящиеся в одной стороне с микросхемой. А микросхема около разъема PCI-Express соединена с тремя USB портами в этой части адаптера. Диска в комплекте нет, но в инструкции есть QR-код, который перенесет нас на сайт и прямая ссылка на драйвер. Перейдя по указанной ссылке, скачивание не начинается. Ссылка сокращается до корневой и таким образом просто попадаем на сайт, где среди тысячи устройств фирмы Орико нужно искать необходимое. Не очень это удобно. Тем не менее, потратив до пары минут на поиск, я все же нашел именно этот адаптер. А вместе с ним и описание с драйвером. В описании указано, что для раскрытия возможностей устройства нужен слот не ниже PCI-Express X1 ревизии 2.0. Попытка установки драйвера до установки устройства не удалась. Значит сначала устройство, а потом и драйвер. Настало время установки адаптера в компьютер. В прошлый раз я тестировал подобный девайс в разных ОС. А также сравнивал его с работой родных портов USB 3.0, которые распаяны на системной плате компа. И сравнивал работу в слотах PCI-Express с разной ревизией. Я думаю, что можно также поступить и с данным адаптером по набору тестов в винде. Но уже наверное не делать тест в вин 7, несмотря на то, что я сам до сих пор продолжаю ею пользоваться. Если кому-то нужна аналогия по скоростям, пересмотрите упомянутый тест адаптера в первом варианте. Поэтому будем довольствоваться только вин 10. Системный браузер в биосе, в том самом, который модифицирован и в который добавлена поддержка NVMe, отображает данный адаптер следующим образом. В качестве устройства, которое обеспечит скорость, будет мой внешний SSD. Тест будет во всех случаях проходить в CrystalDiskMark и HDTune. Этого будет достаточно для оценки. Продолжение следует... Первый тест состоялся. Переставляю адаптер в слот PCI-Express X1. Снова браузер устройств системной платы. Тот же внешний SSD и те же тесты. Сразу видно, что скорости чуть медленнее. Если взять максимальную скорость чтения, то разница около 4%. А по записи и того меньше, около 3%. Теперь тест в родных портах USB 3.0 системной платы. Как и ожидалось, по аналогии с тестом предыдущего адаптера, скорость в них выше. И особенно выше скорость записи. Если сравнивать с первым тестом в слоте PCI-Express X16, то скорость чтения выше на 5.5%, а скорость записи выше на 24%. Поскольку мы сэкономили время на тестах в разных версиях OS, делая тест только в одной версии винды, то предлагаю еще один тест. Сразу двух устройств. В качестве еще одного внешнего SSD, сделаю свой Samsung 860 EVO на 1 терабайт. Понятное дело, что результат этого вполне ожидаем. Ведь сам адаптер, исходя из его характеристик, может работать с максимальной скоростью PCI-Express X1 ревизии 2.0, что соответствует 500 мегабайтам в секунду. А здесь любой из этих двух внешних SSD должен работать практически на такой скорости в одиночку. Что в общем-то и можно было наблюдать в тестах скорости именно адаптера. Вот и посмотрим, что будет, если запустить тест скорости сразу двух быстрых устройств, суммарная скорость которых заметно превышает возможности PCI-Express X1 ревизии 2.0. Как можно видеть, ответ доступен сразу же после появления первых значений. Суммарная скорость 427 мегабайт в секунду. Что и можно было видеть при тесте одного SSD, который в одиночном тесте давал столько же. Получили ли мы и USB 3.0? Я считаю, что да. Можно ли сказать, что он не полноценен? Отчасти тоже да. Если вставить два SSD, то максимальная скорость разделится между этими накопителями. Соответственно, если подключить семь быстрых твердотельников, то она еще больше разделится. А как можно было видеть из теста, все еще зависит от расстановки приоритетов, которые делает адаптер среди накопителей. Они совсем неравнозначные и скорость совсем неравномерно разделится. Более того, один из твердотельников может работать очень медленно, в то время, как второй заберет себе почти всю скорость. Но с другой стороны, сколько таких случаев, в которых нужно подключить сразу несколько очень быстрых устройств и использовать их одновременно на максимум? Я думаю, что таких случаев будет немного. Если же подключить внешние винчестеры, то их и три штуки должны дать свои максимальные скорости. Возможности флешек зачастую еще ниже. Таким образом, как вариант, данный адаптер вполне можно рассматривать. Он легко раскроет возможности пары-тройки винчестеров, внешних гигабитных сетевых карт, любого одного внешнего SSD. Заодно, у кого много устройств, позволит не отключать их постоянно. Ну а насколько данное устройство нужно, всегда решать только вам. Ссылки на полезности в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok